МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Особенности лоскутного мира. В нашем городе откроется первый в России музей кройки и шитья, где можно ознакомиться с секретами лоскутной мозаики. Режиссер с непростой судьбой. В памяти Рязанки Жанне Виноградовой написана книга. Ее презентовали в Рязанской областной библиотеке. Рязанская мэрия представила проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Документ, рассчитанный на ближайшие 5 лет, опубликован 4 августа. Предполагаемое финансирование почти 5,5 миллиардов рублей из городского, областного и государственного бюджетов. Большую часть, 5 миллиардов, городские власти намерены направить на содержание, ремонт и строительство дорог. Программа, в частности, предусматривает строительство нового южного обхода, продолжение северного обхода, строительство двух улиц от торгового центра Метра до Академии единоборств. Для пешеходов поэтапно реконструируют весь Лыбецкий бульвар от улицы Кремлевский вал до железной дороги. Для велосипедистов выделение полос на Московском шоссе и Первомайском проспекте и обустройство нескольких веломаршрутов. Также среди предполагаемых мероприятий программы модернизация светофоров и их установка на аварийных участках, внедрение интеллектуальных систем управления движением, адаптация остановок для маломобильных людей. В руссконародной сказке о царевне лягушке царь, чтобы испытать невест своих сыновей, попросил каждую соткать ковер. И вот у невесты младшего получилось истинное произведение искусства. Казалось бы, что особенного можно изготовить, но русские мастерицы по сей день хранят секреты и создают произведения искусства. Познакомиться с шедеврами кройки и шитья скоро можно будет в музее «Шили-были», который распахнет свои двери в конце августа. Марина Романюк, впрочем, там уже побывала. Работа в технике печь-ворк, лоскутное шитье – давно сложившееся на Руси прикладное творчество, которое вполне актуально и сегодня. Изначально сшить из кусочков наши предки стали, чтобы зазря не терять остатки драгоценной материи. Теперь же цели совсем иные, и порой это далеко не экономия. Несмотря на то, что у нас у всех есть в зале же всевозможные ткани, потому что все, что увидели, мы хотим купить. Если какого-то оттенка нет, мы идем в один магазин, второй магазин, куда-то поехали, там купили, там сложили. Такие панно – результат коллективного труда. Кто-то делает фон, кто-то подбирает и вырезает листочки, кто-то собирает русалку и ученого кота. А кто-то соединяет все в единое полотно и сшивает. На эту сценку про Пушкинское лукоморье у коллектива мастериц ушел год. А такое свадебное одеяло с нашитыми пословицами и славянскими символами – явный отсыл к истокам народной культуры. Здесь идут рисунки наши русские и рязанские в том числе. Это калаврат, вращение Солнца, Земли вокруг Солнца, да и всей галактики. Лягушечка называем. Вот этот очень древний просто ортодоксальный знак глубокий, которые вышиваются руками и вышивают, не прокалывая ткань, а между переплетениями ниточками. То есть это да, это по счету нитей идет. На всероссийских выставках и фестивалях о работах рязанских мастериц говорят, что в них русская душа. Клуб «Волшебный лоскуток», объединяющий мастериц «Петчворк» появился в Рязани еще четверть века назад. Сегодня в нем около 25 человек. В будущем музеи представят по большей части их работы. Мало кто знает, что рязанской иголкой вся Россия шила 200 лет, потому что при Петре I был построен в России первый игольный завод в Каленцах. И мне, если честно, казалось, что эти все панно, это какой-то тогда, мне казалось, это пылесборник. Но когда я начала складывать эти тряпочки, и из них вдруг получались картинки, я вам хочу сказать, мне уже было все равно, какую пыль они будут собирать. Мне просто нравится сам процесс, вот цветовая гамма, подобрать эту цветовую гамму, шить это, и то, что потом получится. Шить из лоскутков действительно почти то же самое, что писать картину, говорят умельцы. Хотя нет, все-таки сложнее. В коллективе была художница Купцова Людмила Дмитриевна. Она нас научила составлять картины, которые объемные, которые состоят из мелких кусочков, подбора ткани. То есть у нее свое видение, она художник, но она всегда удивлялась тому, что она, закончив Строгановское училище, говорит, как вы сочетаете ткани по цвету, которые совсем художники никогда не сочетают. И она восхищалась, говорит, ну вот вы вроде как никакого образования не имеете. И в то же время получает красивые изделия. Откроется музей 28 августа, а уже 7 августа, в ближайшую субботу в сквере за памятником Петрова, можно будет оценить самые яркие экспонаты, а также дефиле в одежде, исполненной по технике печь вор. Не пропустите. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Прокуратура – главный помощник в коммунальных проблемах. Этот тезис, конечно, верный. Надзорное ведомство занимается не только уголовными делами, но и гражданскими. Очень часто от жителей прокурорам поступают жалобы на управляющие компании. Грязные плафоны, поврежденные почтовые ящики, плохое освещение в лифте – то, что можно увидеть во многих подъездах. Работа управляющей компании прямо скажем так себе. Естественно, жильцы дома забили тревогу, но ни управляющая компания, ни жил инспекция ситуацию не исправили. Тогда обратились в прокуратуру. В прокуратуре района проведена проверка по обращению жительницы дома номер 38 по Касимовскому шоссе города Рязани. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес директора управляющей компании внесено представление, которое находится на рассмотрении. В прокуратуре Октябрьского района уточнили, какие услуги входят в обязанности управляющей компании. Притом это не какие-то особые одолжения, за которые нужно доплачивать. Весь перечень регламентирован законом, а именно пунктом 23. Есть здесь и уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок. И сухая, и влажная. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон. Этот же пункт регламентирует и дезинфекцию, и даротизацию помещений, которые входят в состав общего имущества многоквартирного дома. Однако, если правила эти не соблюдаются, то прокуратура – это крайняя инстанция. Но, похоже, самая действенная. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России и Паризанской области в очередной раз поймали наркодилеров через мониторинг сети, интернет и дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. Поначалу их было только двое. Обычные закладчики, коих ловят практически каждый день. Вот только на этот раз дилеры заговорили сразу. Ниточка привела к целой сети, хорошо законспирированной и со своей сложной иерархией. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. В ходе расследования была выявлена сеть по бесконтактному сбыту наркотиков. Оперативники и следователи за одну ниточку вытянули 20 злоумышленников. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками регионального ОФСБ при силовой поддержке офицеров отряда специального назначения ГРОМ ОНК ОМВД России по Рязанской области с июня 2020 по март 2021 года задержали в Рязани и соседних регионов 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 19 до 33 лет. 16 из 20 жителей Рязанской области. Остальные расширяли географию подпольной сети. В списке городов-участников Омск, Ростов-на-Дону. Во время досмотра задержанных и при массовых обысках на квартирах полицейские суммарно изъяли более 3-х килограммов синтетического зелья. Сейчас 9 человек под стражей, остальные на подписке. Каждому из них теперь грозит до 20 лет колонии. В зависимости от роли в организации. Ангелина Никитина, телекомпания «Город». Театр. Ее жизнь и счастье. Именно так называется книга, посвященная 75-летию со дня рождения народной артистки Жанны Виноградовой. На посту художественного руководителя Рязанского театра драмы Жанна Виноградова прослужила 20 лет. Издание в ее честь презентовали в библиотеке имени Горького. О творчестве Жанны Виноградовой говорили как об особенном явлении в культурной жизни Рязани режиссер оставила богатое духовное наследство, внесла значительный вклад в развитие Рязанского областного театра драмы, вырастила актеров, удостойных высоких званий и наград. Но главное о ней говорит ее муж. Я все время, ну как я проживаю свою жизнь, потому что это моя жизнь рядом с ней. Я все это был. Я был на всех этих спектаклях, я все это помню. И все это проплывает передо мной, как будто бы наиву. Как будто бы вот я опять прохожу с ней эту жизнь. Для меня она была единственной и любимой. В этой книге отражен весь творческий путь Жанны Владимировны от детской мечты до ее воплощения. Повествование поделено на разделы. Первые шаги в профессии, деятельность режиссера, в провинциальных театрах, 20-летняя служба в Рязанском театре драмы. Я не случайно взяла вторым эпиграфом Ушинского, что если вы удачно выберете труд, вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет. Вот Жанна Владимировна относилась к поколению таких людей, которые ничего не боялись. Здесь собраны материалы на основании воспоминаний сестры режиссера, ее подруг и мужа, артистов и художников сцены, которые работали с ней. Книга вышла тиражом 300 экземпляров. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин